Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы с вами проживаем месяц Рыб на дворе, 10 марта. Месяц Рыб, последний месяц в зодиакальном круге, последний, имеющий отношение к стихии воды, мистический, глубокий, настроенный на внутренний мир. В это время очень важно разобраться в себе, очень важно уложить в своей голове, в своей душе противоречия, очень важно избавиться от метаний. Рыба, как известно, это две рыбки, которые плывут в разные стороны, одна по течению, другая против течения. Когда мы с вами проживаем этот период года, действительно разные тенденции в нашей душе могут быть. Может быть, некоторая расстроенность, противоречивость, метание. И это то, что нам очень мешает того, чтобы целеустремленно, результативно двигаться вперед. Важно, чтобы в душе не было раскола, раздрая, метаний, чтобы мы поняли послание внутреннего мира, уложили все эмоции, мысли в голове, в душе. Тогда мы сможем успешно двигаться вперед. Последний месяц года один из самых важных, потому что уже после 20-го числа на небе будет месяц Овна, и звезды будут призывать нас двигаться вперед, включиться в действие. Поэтому от того, насколько правильно сейчас мы проведем эту внутреннюю работу, душевную работу, зависит наши результаты в конце марта, в начале апреля. Так всегда происходит в зодиакальном цикле. Знак воды не менее важен, чем знак огня, хотя, казалось бы, вода — это пассивность, а огонь — это действие, и поэтому огонь — вот такой герой, заслуживающий внимания и аплодисментов, а вода — это просто период какой-то тишины и отдыха. На самом деле, водная стихия — это период созревания, период контакта со своим внутренним миром. И в этот период года наша школа Евгений Волоконцев Онлайн Скул представляет вам именно те курсы, вебинары, которые сейчас наиболее важны. В воскресенье 12 марта я приглашаю вас на вебинар, который посвящен Сатурну в знаке Рыб. В этом знаке Сатурн проведет два с половиной года, как обычно. Для нас очень важно понимать, какие эффекты он может принести для нашей с вами работы, для личной жизни, для здоровья, для бизнеса, для разных профессий, для разных государств. А может быть, для людей разных возрастов вебинар начнется в 18 часов по Москве. Можете принимать в нем участие. Количество мест ограничено вместимостью нашего класса. Я думаю, что мы разберем и все общие эффекты Сатурна, и его влияние на все 12 знаков Зодиака. И также напоминаю, что сейчас в нашей школе особое предложение для тех, кто хочет разобраться с учебными курсами, которые имеют отношение к знаку Рыб. По моему опыту, по моему пониманию астрологии, каждая астрологическая дисциплина может быть увязана с каким-то знаком Зодиака. Есть такая астрология ребенка, связанная со знаком Рака. Например, солнечное возвращение, соляры, видимо, связаны со знаком Льва. Синастры, очевидно, связаны со знаком Весов. Астрология денег связана со знаком Тельца. Астрология переездов — это знак Близнецов или знак Стрельца. Астрология профессии, наверное, это Козерог. И по знаку Рыб вы, наверное, не удивитесь. У нас должно проходить кармическая астрология. То, что я называю кармические факторы гороскопа. К ним относятся лунные узлы, конечно же, которые связаны не только с кармическими эффектами в нашей жизни, которые показывают не только особенных людей в нашей с вами жизни, наши задачи, наш кармический багаж, с которым мы пришли в эту жизнь. Как я не то чтобы шучу, но образ, который я использую для объяснения студентов, это образ чемоданов. Чемоданов, в которых мы несем с собой какой-то багаж, когда душа прибывает на эту планету. У каждого человека есть такой багаж. Это наш с вами южный узел Луны. Планеты, которые на нем, планеты, которые делают к нему определенные аспекты, какие мы разбираем на занятиях. Узлы Луны на самом деле показывают не только кармические темы, но и семейные истории. И они очень сильно связаны и с темой родителей, и с темой детей, и с темой того, что с родовой веткой происходило, с нашими предками. Это мне уже удалось выяснить в процессе своей практики. Это уже не присутствовало в тех книгах, на которых мы учились и воспитывались. Конечно, к кармическим факторам относятся черная луна и лилит. Понимать правильные идеи трактовки. Сколько вариантов проявления черной луны в каждом знаке зодиака, в каждом доме, в каждом аспекте. С личными планетами, со светилами, социальными, с высшими планетами. Идеи трактовки несколько по каждой позиции. И даже не всегда черная луна бывает только негативной. Бывают иногда даже и позитивные проявления. Это все мы относим тоже к кармическим факторам. Разбираем на наших семинарах и тренингах, которые сейчас вы можете приобрести. На них действует особенное условие. Вообще, эта тема чрезвычайно богатая, очень глубокая, очень ценная для разбора гороскопа ребенка, для гороскопа взрослого. Ретроградные планеты я отношу тоже к кармическим факторам. И я считаю, что всех ретропланет, которых у нас с вами может быть восемь. То есть все высшие, социальные, все личные, кроме светил. Я бы выделял только ключевую четверку. Они значительно важнее, чем все остальные ретропланеты. Это три личных и одна социальная. Меркурий, Венера, Марс и Сатурн. Соответственно, планета мышления, общения, планета чувств, планета действий и планета базы и опоры и фундамента. Если с ними что-то не так, это надо обсуждать. Если они ретроградны, то у них есть особенности. Надо их знать. Надо понимать и для детей, и для взрослых, и для коллег, и для членов семьи и так далее. Во всех деталях это все разбирается в шекурсах. По кармической астрологии целая ступень посвящена ретропланетам. И, конечно, к кармическим факторам гороскопа мы должны обязательно отнести 12-й дом. Даже если он у вас пустой. Значит, Коспи 12-го дома в знаке зодиака. Значит, управитель 12-го дома в домах гороскопа. И любую планету, которая в натальной карте у вас располагается в 12-м доме. Мы должны понимать, как это трактуется, какие эффекты это приносит в жизнь мужчины, женщины. Как можно с этим работать, как можно это исцелять, как можно получать позитивные проявления этих позиций, а не негативные. Это все мы разбираем на курсе. Целая ступень посвящена у нас 12-му дому. Для меня в свое время большим чудом и открытием, и удовольствием была такая информация, когда я понял, что фиксированные звезды, сфера неподвижных звезд, вот та карта, которая у меня сейчас за спиной, оказывается, в астрологии относится к влиянию знака Рыб. Да, мы можем такое неожиданное утверждение сделать. Работа с фиксированными звездами неподвижными в астрологии относится к включению знака Рыб. Потому что что такое знак Рыб? Знак Рыб – это чужаки. Знак Рыб – это что-то чужое, далекое, что-то не связанное с нашей обычной жизнью. Вот фиксированные звезды – это дальний космос. Это инопланетяне, не имеющие отношения к нам никакого, к нашей солнечной системе, которые вторгаются в нашу жизнь через воздействие на планеты нашего гороскопа. И если вы хотите по-взрослому, действительно, по-настоящему, серьезно, уже глубоко полноценно анализировать карту рождения любого человека, либо даже предприятия или чего-то еще, то, в принципе, на звезды посмотреть тоже придется. Потому что мы иначе можем с вами упустить важную информацию. Соответственно, лучше посмотреть, конечно. Вот. И у нас спецкурс есть на тему фиксированной звезды, где я вместе с группой и в теории, и на практике разобрал все ключевые звезды, всех 12 знаков зодиака. И этот курс тоже сейчас у нас доступен. Именно сейчас в знаке рыб я рекомендую к этой информации прикасаться. Именно сейчас прикосновение к дальнему космосу, загадочному, чужеродному, чужому, приносит, может быть, раскрытие тех тайн, которые, когда вы не могли раскрыть в своей жизни, годами или десятилетиями. Сейчас, когда наступил знак рыб, я вижу, что люди иногда пишут такие комментарии. Вы знаете, неожиданно раскрылась тайна, которую я не могла понять 10 лет. Сейчас, когда наступил знак рыб, и я прослушал какие-то ваши лекции. Ну и когда на дворе знак рыб, то есть на этой неделе, следующей неделе, я рекомендую, конечно, вспоминать про искусство ректификации. Потому что ректификация – это борьба с тайной, это борьба с Нептуном, это борьба с ошибками, неточностями в нашей астрологической работе. И это то, с чем нам приходится сталкиваться, когда сейчас Солнце в рыбах, вот 10 марта 2023 года, Меркурий в рыбах и так далее. Работа с неточной картой ведет нас к ошибкам в оценке человека, в оценке прогноза. Поэтому ректификация сейчас – это тоже курс, который я рекомендую взять, проработать, изучить. Ректификация вас ждет несколько блоков теории. Раз, план анализа, малая ректификация в пределах 2-4 часов и большой ректификации, когда больше 4 часов, 10, 15, 20, 24 часа. У меня есть подход, есть система, как работать с малой ректификацией, с большой ректификацией. Подход система – это наш спасительный компас, потому что без плана подхода системы вы теряетесь в этом самом тумане неопределенности. Сейчас рекомендую. Безусловно, много, я думаю, изюминок в наших курсах. В частности, ректификации я всегда рекомендую использовать синастрии. И очень часто вижу удивленные взгляды и возгласы, как это так, синастрии, а как это работает. Это все объясняется на большом количестве примеров. Курс по ректификации сейчас тоже вы можете взять с особой скидкой. Все ссылки вы найдете внизу под этим видео. На вебинар по Сатурну, на курс по карме, по ректификации, по звездам. В курсе по ректификации 9 примеров вас ожидает, плюс бонус – ректификация карты Владимира Путина, которую я делал несколько часов вместе с группой, показывая наш путь от самого начала. От начала, когда, в общем-то, интервал у вас 24 часа, сутки, и вы решаете сначала задачу сужения большого интервала до более узкого, потом решение более локальных задач, выбор 4 дома, 10 дома, там асцендента, планета в домах, гуспидов, управителей и так далее. И в этом всем я работаю, как обычно, и с методами прогноза, и с качественным анализом, и с моими любимыми синастриями тоже. Такое небольшое послание мне захотелось сейчас записать, когда мы проживаем сложный месяц рыб. Будем рады видеть вас на наших занятиях. Удачного вам проживания этого важнейшего месяца рыб. Поздравляем с днём рождения. С нашими дорогими студентами увидимся в воскресенье на вебинаре про Сатурн в знаке рыб. Ну и скидка на все наши курсы действует. Посмотрите внизу в объявлении до какого числа. Будем рады приветствовать вас среди наших студентов Евгений Волоконцев, онлайн-скул. Удачи всем, до встречи на наших вебинарах. Пока.